Друзья, всем огромнейший привет! Я хочу показать вам наш такой образцовый, показательный огород. Вот такой огород, какой он должен быть в нашей местности. Это моя сноха так занимается. В общем, у нее растет всегда все. Давайте начнем. Я говорю, походи со мной. Она говорит, сама ходи. Так, вот смотрите, это у нее хризантемы шаровидные. Львиный зев, вот такой высокорослый. Василек. Это растет по краю участка. Посмотрите, сеется сам. Надо у нее, кстати, семян взять. И вот здесь везде хризантемы, хризантемы, хризантемы. Здесь у нас моркошка. Вот, кстати, обратите внимание, как у нее сделаны грядки. Это, да, вот наш как раз. Так, как делала моя бабушка грядки. Видите? То есть они углубленные. Я точно такие же грядки видела у Вали Сыса. Вот, но так как земли, видите, ограниченное количество. Ну, то есть они используют, люди, у кого мало земли, используют каждый клочок. Видите, и капустка у нее. И баклажанчики, помидоры, бабкат. Вот те, которые у меня померзли, у нее, видите, такие живые. Вон там клубничка, малинка, морковка. А потом мы вернемся к цветочкам. У нее в теплице, насколько я знаю, уже помидоры должны быть. Она сажает лук на репку. Вон там чесночок. Огурчики. Клубничка, смотрите, какая шикарная. Вон там картошечка. У меня жена Сергея, она вообще очень додельная девушка. Гляньте, какая клубника огромная. Вон там прям вообще, вообще огромная клубника. Смотрите, какие помидоры у нее уже. Видали? Ой, я здесь была, когда они только-только завязывались. В смысле, то есть вообще маленькие были. А вообще я приехала к ней для того, чтобы показать вам георгины. Но они еще маленькие. Вот. Она у нас очень любит георгины. Всякие разные. Ну и заодно, чтобы вы имели представление, какие у нас участки образцов показательные могут быть. Клубничка, посмотрите, какая. Замульчирована соломой. Сейчас спросим, что за сорт. Если она знает. Смотрите, какая прелесть. А вон крупнющая. Хорошая клубника. Но по ней еще весной было видно, что она такая сильная и кусты. Смотрите. Смотрите, какая. Вообще. Смотрите, какая. Просто прелесть. Георгины она выписывает. Ты в этом году где выписывал? Через интернет, да? Да, в Тульской области. В Тульской области. Специально сделали место для хранения георгин. Но тут, конечно, осенью вообще красотища неописуемая. Тоже вот мотор стоит. Без полива у нас ничего. У них еще земля песчаная. Так, а из цветников, вот смотрите, дельфиниум. Видите, какой красивый. Я тоже в этом году посадила. Вот это я не знаю, что за листики. Львиный зев высокорослый. Вот колокольчики. Посмотрите, какая прелесть. У меня были. Я сажала один год, но потом они загнулись, короче, вообще. Обалдеть, какие красивые. Наташа, они же двулетние, да? Колокольчики двулетние. Это то есть, они насыпят семена или, подожди, или у тебя рассада есть на следующий год? По идее, должна быть. Вот такая красотища, друзья. Ну ладно, я тут прибежала быстро-быстро вам показать. Ну скажите, просто шикарный огород. И у нее, вот смотрите, слушай, хочешь я в этот раз выловлю, ой, выловлю, в город поеду, гортензию. Я в этот раз хотела съездить в этот, господи, в питомник. Там гортензия по 400 рублей продается. Такая красивая, у тебя будет расти. Я хотела купить себе еще один горшок. Но мы же не доехали, в аварию попали. Я в этот раз поеду, собираюсь, короче, тебе купить. Купить. Найти, куда воткнуть. Вот сюда и воткнешь. Вот на место этой петуньи и воткнешь. Она, наверное, нормальная. Или вот сюда вот. Вот почти в таком горшке. Она, ну как бы, она же не 700 рублей, как на рынке стоит. Если там есть. Они такие красивущие вообще. У меня одна набирает бутоны, которые я в этом году. А вот такая у меня две было. Ну, я посадила на этом, на большом огороде, короче. Она на солнце у меня загнулась. И не зимует, вообще не зимует. Она же не прихотливая вообще. Она у меня не зимует. Она, видать, вот там у нас дует постоянно. Она вымерзает. Я его просто так воткнула, и он уже цветет. Ну, я тебе говорю, что нет. Сама одна... Да, одна совсем пропала, а другая, скорее всего, от ветродуя вот этого зимнего. Она, короче... Она, короче, короче. Василек классный вообще. Мечта. Мечта, мечта. Надо тебе семян набрать. Ага. Подходи, набирайся. Придел. Я не знала, что у тебя Василек есть. Я бы, конечно, пришла, взяла бы. Вот такие, друзья, дела. Ну, напишите, как вам понравилась экскурсия. Скажите, классный вообще, конечно. Обалдеть не встать. Про огород. Про огород. Да, завидки берут. Про ее огород. Выезжаем. Вот что бывает, когда человек знает четко. Работа, огород. Да замечательно. Работа, огород, дом. А у меня я не знаю чего. У меня работа, огород, дом, YouTube. Еще что-то, еще что-то. Ну, так. Ну, там земли, конечно, меньше. А мы, получается, распыляемся на большую территорию. У меня тоже красиво. Мы едем, и у моего супруга в памяти все время стоит авария. Он говорит, а у меня елкает. Вы знаете, все-таки вот этот вот стресс на такой... Ну, как бы я про это не вспоминаю, про эту аварию, которая случилась у нас там 2-3 дня назад. Вот, когда... Я не знаю вообще, как мы все живы остались. Вот. Но вот эта вот память сидит, и я дергаюсь. Вот еду, дергаюсь. Это, знаете, такое предупреждение. Это надо, чтобы со временем оно, наверное, как бы... Ну, более смазанное впечатление останется. Так. За что тебя лишать-то? Ты что, пьяный был или сраный? Ну, что? Что за это прав, что ли, лишают? Не знаю. Не знаю, короче. Мы сидим и обсуждаем, какой суд вообще должен быть. Так, друзья, это у нас вот тут детская площадка. Видите, сделали. Песочки, травка. Что-то они в этом году цветочки не писали. О, о. А это фонтан. А мы на рынок едем. На рынок, Коль. Так, огородили ленточкой. Поломалось, что ли, что-то. Здесь вообще дети постоянно... А, наверное, чистят. Дети постоянно такой фонтан из-под земли бьет. Ну, знаете, да? Сейчас во многих городах такой купаются. Здорово, конечно. Рынок у нас, конечно, дохленький. Вообще, можно сказать, никого нет. Но еще и день такой, понедельник считается вроде как не торговый. Огурцы по 50 и по 70. Я люблю вот эти. Они сочные огурцы. Вот, а по 70. Вон те такие жесткие. Помидоры 130. 130 подешевели, кстати. Вот такие 170. Ой, эти подешевели 170. Вот по 200. Яйца. Не знаю, почем. Черешню, клубнику. Сейчас спросим. А почем у нас черешня с клубникой? 250 черешни, 300 рублей клубникой. 300 клубникой, 250 черешня. Это, наверное, краснодарская, да? Черешня. Черешня наша. Наша уже, да? А перчик? Перчик 250. И редиска? 120. 120. Все дешево. Так что вот. О, кабачок рублей 70, да? 100. 100. Кабачок по 100. Так, все, ты меня сделал, да? А картошка молодая? 65. Все ясно, 65. Заинтересовала меня цена творога. 161 рубль. Двухпроцентный. Что там, 400 грамм, по-моему? И вон 80 рублей, 9-процентный. А сколько там граммов? А как же? Все записываю. Все, что вижу. Везде, где хожу, все записываю. Посмотрите. В соцсети. 180 грамм. Стой. 180 грамм. Это я со своим творогом. Мы едем в поле, хотим посмотреть корову, который прилетал вчера бык. Огуливать ее, друзья. Он, короче, они ночью разнесли нам все базы. Сосед звонил, оказывается, в третьем часу ночи. В общем, там стоял такой шухер, что соседи начали до нас дозваниваться. Но не дозвонились, потому что я телефон на ночь выключаю. Ну, потому что люди, бывает, звонят. А они не смотрят, что у нас разница в часовых поясах и так далее. В общем, чтобы мне никто не дозванивался ночью. Я, естественно, телефон выключаю. Соседа не слышала. Вот оно, коровье стадо. Смотрите, эльмень весь высох. Какое у нас сегодня число, друзья? Вспоминаем. Сегодня, наверное, 13-е. 13 июня. Вот, трава зеленая осталась только там, где раньше было озеро. Видите? А вот здесь вот. Ну, вы сами видели, мы ехали. Желтизна сплошная. Ну, то есть все. Трава у нас зеленая закончилась. Сочные корма только здесь. Ну, и, соответственно, откуда надой у коров будут? Так, что-то я не вижу быка и корову нашу не вижу. Вон там спина черная в камышах торчит. Наверное, это бык. Мой муж догадался, чтобы он за ней, в общем, базы не разносил. Вы знаете, что он сделал? Он взял ей задницу хвойным экстрактом на это, намазал. Чтобы от нее не пахло. Ну, в общем, я не знаю. Я говорю, а как же он будет ее огуливать? А не, вон он ходит. Вон идет корова. Сейчас повыше подниму. Вон коровы, за ней черный бык тащится. Это вот оно. Вон он ходит, нюхает. В общем, гуляется она. Вон там все нормально. Ну, во всяком случае, видите, никуда не убежали. Никуда не делись. Так, вот здесь вот и пасутся пока зеленая травка. А вон бугор весь желтый. Ну, все на этом. Зелени у нас, друзья, больше не будет. Начали сено косить. Сено в этом году прям что-то не ахтит. Травка какая-то коротенькая. Прям совсем коротенькая. Вот видите, корова тоже с теленочком ходит. Ну, так вам. Немножко идиллии. Ну, что, дорогие друзья, пока я ездила, прошло полдня. А время у нас, наверное, уже около 12. И вот напоследок, смотрите, продается мед. Так, камера цвет неправильно передает. Вот это мед акации. Он на самом деле светлый. Прям такой, знаете, светло-желтый. А на камере он какой-то прям такой ярко-желтый. И вот чуть потемнее, но это, в общем, из обрезков. Телефон для заказа меда я вам оставлю под видео. Это мед сына Николая. Он у нас пчеловод. И вот, так как я в прошлый раз не довезла колбасу до клиентов, мы попали в аварию. Хочу вам показать. Мы теперь ее едим сами. Это вот свиноговяжья пусковая. Это колбаса московская. Чисто говяжья. В общем, да, мы теперь поедаем сами с кофе вообще. Заходит просто идеально. Вот так. Вот так. Такой вот я колбасник. Сейчас заделаю вам видео. На улице жара вообще несусветная. Вот. Да, кошка. Кошке тоже достался. На. Кс-кс. Так. И на этом всем пока-пока. Тысяча рублей. Вот это тысяча рублей. А это, так как я... Это образец, друзья. Это образец. Мне же его надо продать, чтобы мясо оправдать. На самом деле ее продают 300 грамм 600 рублей. Ну так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok